Решили завести домашнего питомца? Не забудьте купить ему паспорт и прописать в своей квартире. Более двух животных разрешено содержать только в частном доме. В многоэтажке спецслужбы проводят регулярные проверки. Поймают с поличным – платите штраф. На сегодняшний день это от 10 до 30 базовых величин. Регистрируют собаки котов, хомякам, рыбкам и попугаем, пока разрешается проживать в наших апартаментах бесплатно. Кстати, сама регистрация ничего не стоит, однако владельцам собак придется платить налог. Сумма зависит от размера питомца – от четверти до полуторы базовой величины. На форумах кипят страсти. Владельцы домашних животных возмущаются, куда идут наши деньги. Выяснилось, что 65% направляют на отлов и содержание бродячих животных. Остальные 35% – на строительство пункта временного содержания животных. Соседская собака постоянно лает, и кошке не дают спокойно отдохнуть. Вопрос о шуме от животных, который так мешает жить, прописан в законе. С 11 вечера и до 7 утра никому не лаять и не выть, иначе хозяину опять грозит штраф. У наших соседей небольшая собачка. Когда они уходят, дверь закрывают на навесной замок. Собачка так бухает двери, воет без конца. И вот представляете, все это слышат. Ни одних выходных не поспали, как нормальные люди. Выгул собак – это особая тема, которая волнует не только владельцев. Помимо того, что не соблюдается правила собака в наморднике и с поводком, соседи обеспокоены тем, что четвероногие бегают по дворам. Хотя в законе прописано – свободно гулять с собакой можно только на специально предусмотренных для этого площадках. Только вот площадок этих на всю столицу – 57, а зарегистрированных собак – более 12 тысяч. Бывает, что большие собаки, либо опасные собаки, просто их не берут на поводок и не надевают нам на мордник. Ну, может быть, они очень сильно воспитаны и так далее, но никогда не знают, что ожидать от этой собаки. Поэтому тоже приходится все время быть возле ребенка. Уборка за своим питомцем во время выгула тоже скорее исключение, чем правило. Хотя требование закона предусматривает и за это штраф. В нашем доме есть собаки, но у нас очень дисциплинированные хозяева. Они гуляют только на специализированной площадке для выгула собак. Во дворе у нас все чистенько. В нашем дворе хозяева маленьких собак на прогулках после себя никогда не убирают. Для больших собак есть площадка для выгула. Там, естественно, все по-другому. Хотя закон вышел по поводу собачек и уборки за ними, но никто его не соблюдает. Важный момент. Если ваша собака гуляет одна, даже в наморднике с жетоном, службы отлова все равно могут ее поймать и отвезти в питомник. Там ее будут содержать пять дней. За это время хозяин должен объявиться и оплатить содержание своего пса. Вероника Алешина, Алексей Колупанко. Специально для студии. Хорошего настроения.